Есть в Славянске на Кубани место, куда приятно выйти отдохнуть в любое время года. Это Северный парк. В большие праздники, такие как фестиваль славянской культуры или торжества в честь Дня города и района, там размещается полюбившаяся всем этнографическая выставка «Казачий курень». Белые хаты, мазанки, плетни, кобыцы – традиционные печи кубанцев. Здесь всё по-настоящему. Жарятся румяные пирожки, манит ароматом наваристый борщ. Посетив казачьи курени, каждый желающий мог отведать традиционные кубанские блюда. Но самое ценное – это увидеть, как жили и трудились казаки, прикоснуться к нашей истории. Подворье пекаря, пчеловода, кузнеца, рыбацкий стан повествуют гостям выставки об истории кубанской земли – щедрой, хлебосольной и богатой традициями. Накануне празднования Дня города и района с самого утра в Куренях хозяюшки готовили настоящее кубанское блюдо к фестивалю борща. Ох, с чесноком да помпушечками. В Курене Анастасиевского сельского поселения всех удивили своим блюдом, приготовленным по старинному рецепту. Настоящий кубанский борщ варится на косточки. Нам, по-русски, по-нашему кубански, это булдышка. Ну, по-городскому, по-вашему, рулька. Разварилась рулька, кидаем картошку, пережариваем пережарочку. Там обязательно помидоры, бурячок. Бурячок не красный винегретный, а борщовый кубанский наш с прожилочкой белой и красной. Затем в борщ добавляется чеснок и обязательно кусок старого сала, говорит Галина Кузнецова. Подавать кубанское блюдо хозяюшки обещают с помпушками. Галина Киев, России, милай, благодать не края. Ой, Кубань красавица, ой, Кубань кормилица, сердцу дорогая. А вот в курине кировского сельского поселения борщ сварили одними из первых. Готовили его хозяюшки не совсем традиционным способом. В него вместо рульки добавили мясо курицы. Но, тем не менее, утверждают женщины, вкус у блюда всё равно получился отменным. Приготовление кубанского блюда для кировчан – это настоящее таинство. Пока мясо варится, зажарка подрумянивается, они могут пообщаться, поговорить, спеть народные песни. Одним словом, здесь важен сам процесс приготовления, а не его результат. У нас борщ на этот раз с курятиной. Срезали курочку. Всё свежее, всё домашнее. И томатик домашний. Всё сделали, как у себя дома. По старым традициям борщ у нас. Так что у нас борщ. И сварили мы самые первые во всех куринях. Так что у нас борщ получился, сказали, на пять. Заглянула наша съёмочная группа и в рыбацкий стан Черноярковского сельского поселения. Богато это поселение рыбными угодьями. Вот и блюда у них все были рыбные. Даже борщ с добавлением сушёной рыбы. Директор Дома культуры Черноярковского сельского поселения Владимир Щербань поделился рецептом необычного борща. Сушёная рыба. Приготавливается так. Очищается от чешуи. Редится на кусочки. И сушится в духовке. Где-то до температуры 90-70 градусов. Посушилась она 2 часа вытаскивать из духовки. Она постояла, остыла. И по новой, её где-то часа на 2-3, по новой, при температуре 90-100 градусов, она сухая. Уже готовая для варки борща. Далее, как рассказал Владимир Тимофеевич, на ночь замачивается фасоль. Затем её нужно сварить, добавить квашеной свеклы, а потом добавить те же ингредиенты, что и в обычный борщ. Такого рыбного борща не было ни в одном курине. Весь день хозяюшки готовили борщ, пекли пирожки с картошкой, капустой. И всё для того, чтобы вечером радушно встретить гостей и накормить их, а самое главное – поучаствовать в фестивале борща, который прошёл в Славянском районе впервые. Всего в Северном парке развернулось 10 куреней. В каждом из них наварили по 50 литров борща. Получается, что за праздничные дни с жителями было съедено целых 500 литров этого кубанского блюда. Прошёл фестиваль Наурай. Первое место за оформление куреня и активное участие в фестивале борща занял Петровский курень. На втором – Черноярковский. Третье место поделили Маевский и Прикубанский. На четвёртом месте – Анастасиевский. В течение нескольких дней в куренях оживали картины многовековой истории Кубани. И каждый раз люди, приходя сюда, с интересом знакомятся с предметами старины и укладом жизни казаков. Представители каждого поселения постарались в эти дни воссоздать казачий быт старины, начиная от деталей интерьера до блюд кубанской кухни. Ой, мы всегда ради гостям. В Петровской такие гостеприимные люди. И готовы мы всегда на славу все наши старинные блюда, какие достались от бабушек и от мам нам. Гостеприимные хозяева встречали и угощали гостей куреней. А славянцы смогли соприкоснуться с культурой нашего богатого прошлого. Я после работы решила сразу зайти в куреней, поскольку я рядом здесь живу. Борщ давно хотелось попробовать настоящий кубанский, хотя мы тоже варим с салом. Но не всегда, скажем так. Борщ очень вкусный, пампушки замечательные. Но вспомнила детство. Массовые гуляния в Северном парке продолжались и на следующий день. Традиционное убранство казачьего дома и подворья, радушные хозяюшки и, конечно, приготовленные с любовью кубанские блюда. Именно здесь можно было совершить путешествие в прошлое и посмотреть, как жили наши предки много лет назад. Хозяюшки прибрежного сельского поселения – одни из немногих, кто приготовил плов на настоящей русской печи. Для гостей у них было в запасе еще много различных блюд. Готовили мы не только плов. И первое – борщ готовили кубанский настоящий, со старым салом, как полагается, и гуляши, и котлеты. Ну, в общем, ассортимент был очень большой. Готовили пирожки, которые почему-то у нас шли на развад. Может быть, потому что праздник. Ну и хочется таким воспользоваться моментом, поздравить всех жителей с таким замечательным праздником и пожелать, чтобы самое главное – не было войны, чтобы все было хорошо, и чтобы все мы спали спокойно, и все были здоровы и счастливы. Людей в Северном парке становилось все больше. Мама и папа со своими детьми, молодежь, люди в возрасте – все в этот день получили удовольствие от царящей атмосферы праздника. Я желаю жителям Славянского района, чтобы они не оставались такими же цедолюбивыми, такими же приветливыми, как и нас раньше все считали. Здоровья, здоровья, удачи, терпения. Самое главное, чтобы в нашей жизни всегда было все так хорошо, и чтобы людей рады было. Скорее всего, наверное, побольше счастья, улыбок. Я желаю всем нашим жителям нашего прекрасного города побольше здоровья, счастья, позитивных моментов, чтобы все были на позитиве, и поздравляю всех с днем рождения нашего города и Славянского района. Я хочу пожелать, чтобы все жители этого города, у них были новые красивые большие дома с большими комнатами. Здесь возрождаются давно забытые традиции. Прошлое становится настоящим. Древняя культура казаков становится живой, осязаемой. Ее можно увидеть, услышать, почувствовать. Забыть царящую тут атмосферу творчества и дружбы невозможно. Кто хоть раз побывал в Куренях, обязательно сюда возвращается вновь. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...